Значит, смотрите, вот на чём основан этот метод. Он основан на том, чтобы прочищать каналы. Но бывает такое, что каналы не сильно забиты, их не надо прочищать, и кора тогда не нужна. И в этом случае мы используем камни. Вот такие вот камни, 10-каратные, вот такие большие, они обладают силой пробивать, то есть камни все лечат огненной энергией. Что делают камни? Они эти каналы стимулируют и прочищают с помощью огненной энергии. Понимаете, эта наука изучалась мной 15 лет, то есть я очень хорошо в ней ориентируюсь. Мы нашли специалиста в Джайпуре, в Индии, который собирает камни со всего мира. Камни не гретые, то есть берётся порода, просто обрабатывается, не греется. Потому что, чтобы вы знали, сейчас большинство ювелирных фирм, они продают гретые камни, потому что гретые камни очень красивые, они очень ярко смотрятся. 80% всех драгоценных камней в России, кроме бриллиантов, прогреваются для того, чтобы их продать. Они все не работают с точки зрения лечения, как пластилин. Поэтому мы пользуемся негретыми камнями. Нам пришлось сильно потрудиться, чтобы найти такого человека, который имеет по всему миру связи, и именно негретую породу специально для нас получает, обрабатывает, потому что спрос в ней очень малый. В основном всем нужна уже гретая порода. Все это для бизнеса делают, а не для лечения. Значит, камни действуют таким образом, что каждый палец связан с определенной планетой. Планеты также имеют связь со здоровьем человека. И они также связаны вот с этими психическими каналами планеты. И поэтому каждый камень подбирается индивидуально. Он подбирается так, чтобы он глубоко проникал в организм. Когда мы индивидуально подбираем камень, ставим на нужный палец, то тогда наступает нужный эффект. Например, мы заметили, что если у человека, допустим, насморк, астма, у него аллергия, допустим, нарушение в дыхании, это все лечится белым кораллом или кошачьим глазом, который ставится на указательный палец. Видите, у меня сейчас четыре маленьких белых коралла стоят. Это старая методика. Сейчас мы ставим один большой. И это сильнее действует. Камни, эта методика, она имеет свои преимущества и свои недостатки. Первое преимущество. Действие идет всю жизнь. Сила камней не истощается. Кора, это просто очищительная методика. Мы даем кору, ее хватает на год. Потом человек может дозаказать, он платит 10 тысяч рублей, мы высылаем ему, или он приезжает и за такие же деньги обновляет кору. Ну, то есть уже такие большие деньги уже не платятся. Мы просто долечим человека. Вот, камни же, в чем их преимущество? В том, что этот метод недорогой. То есть сейчас в среднем нужно где-то 15-20 тысяч рублей, чтобы полностью себе подобрать камни, которые будут сразу несколько заболеваний лечить. Причем, что интересно, это не слабый метод. Например, если у человека вот какая-то неадекватность в психике есть, у него депрессия, ему трудно жить, он ставит пару камней, и реально он чувствует изменения в своей психике. Это реально происходит. И это постоянно происходит. Камень носится, и до свидания вот эта депрессия. Вот здесь даже в Питере есть один молодой человек, он пришел ко мне на фестиваль «Благость», и мы ему там подобрали камни, он поставил, и сразу же ему стало психически легче. То есть камни действуют очень быстро. Это быстрое, эффективное средство. И камнями тоже много можно болезней лечить. Но как они лечатся? Они лечатся с помощью огненной энергии. Этот огонь прожигает просто вот эти каналы. Но это не значит, что мы только горячих людей лечим, ну, есть холодных. То есть и бывает, что мы камнями охлаждаем людей. Или, ну, допустим, человеку жарко всю жизнь. Камни поставил, жарко перестало быть. Камнями также лечатся небольшие повышения давления. Лечатся какие-то заболевания, которые у человека есть, но они не сильно запущены, будем так говорить. И мы сами выбираем, кого мы будем лечить камнями, кого нет. Это зависит от человека уже. Нет, просто вот 15 тысяч, все вместе со с лечением, плюс стоимость камня. Примерно так. Нет, у нас нет сапфиров, у нас 10-каратных, у нас нет драгоценных камней, они не нужны. Вот это вот синий корунт, это та же самая драгоценная порода, но она просто, понимаете, у камня есть верхушка, она драгоценная, а есть основание. Это тот же самый камень, но он уже непрозрачный. И мы заметили, что верхушки камней, они влияют на глубокие психические функции и для лечения, в принципе, не нужны. Для лечения именно вот здоровья человека нужна именно вот эта вот нижняя часть, которая связана, она непрозрачная сама по себе и недорогая. Вот этот вот синий корунт, вот один вот этот камень, стоит там 26 тысяч рублей, но это уже потолок, то есть это самые дорогие камни. Понимаете? Но это драгоценная порода. А большинство камней, допустим, горных хрусталей у нас стоит 4 тысячи всего. Ну то есть это уже... Да, подобрать, чтобы надо приехать, потому что оздоровление камнями, это тоже очень длительный процесс. Смотрите, нужно 5 дней. То есть мы в первые дни подбираем камни, только на следующий день понятно, что они перегрузили. Мы точно подобрали, все хорошо. Но даже в этом случае есть вероятность перегрузки, потому что камень может через время какое-то перегрузить, не сразу. Вот, у нас есть разные хорошие результаты, особенно хорошо, допустим, маленький ребенок не спит. Цепочку с камней вешаем на шею, до свидания, бессонница, все. И очень удобно ребенок носит цепочку, он даже не знает, что она есть. И у него нет болезни этой. Также простуды тоже в носу, там насморк, тоже просто цепочку на шею повесили и все. То есть мы от мала до велика с камнями лечим. Есть два вида ношения, это на шее цепочки у нас и на пальцы. Если каналы не пробиваются камнем, значит мы предлагаем человеку кору или вообще не работаем с ним. Это лично, вы посылаете фотографию, данные свои. Если консультант не может определить, он не показывает, я тогда решение принимаю. Чаще всего все понятно. Допустим, человек говорит, у меня голова болит. Если она не целыми днями болит, а так чуть-чуть болит, значит достаточно одного камня на средний палец. Их до свидания, головная боль. Субтитры создавал DimaTorzok